Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а вы замечаете, как со всех сторон нас убеждают, как правильно и весело жить в паре, и как грустно и даже нездорово быть одной? Любые журналы, любые интернет-ресурсы учат, как встретить свою вторую половину, как выйти замуж, как выйти замуж за миллионера, как привлечь, как познакомиться, как удержать, и, в общем, все об этом, все об одном. И в обществе прямо вот продвигается догма такая, что все замужние счастливые, а несчастные люди – это одиночки. Складывается впечатление, что кому-то очень выгодно нас в этом убедить. А ведь между тем даже церковь единственной причиной для брака называют рождение детей, и все. Больше никакого легитимного повода для сожительства мужчины и женщины нету. Ну и потом, подумайте, если бы Вселенной так уж было надо, чтобы все люди жили парами, она бы точно нашла способ это устроить. Если вы сейчас одиноки и отчаянно стремитесь в отношения, в любовь, жаждете любви, я предлагаю вам сыграть с собой в занимательную викторину. Я вам предлагаю разложить вот это свое желание отношений на составляющие и ответить себе на вопрос, зачем конкретно вам так уж необходим этот самый второй человек рядом. Знаете, вы можете найти и встретить неожиданные альтернативы для себя. Например, может быть, вам скучно жить. Вам скучно одной ходить в кино, одной кататься на велосипеде, и вам нужен друг. Но тогда вам явно стоит искать друзей, или в вашем случае скорее подруг, и развлекаться вместе с ними. Причем здесь любовь? Причем здесь отношения? Любовь отстоит от дружбы на буквально полярное расстояние. Второй вариант. Может быть, вы ищете духовного наставника, человека мудрее, ответственнее, умнее, наконец. И вам надо у кого-то учиться. Но тогда вам стоит и идти учиться. Вам стоит найти место, где есть люди, которых захочется слушать и уважать. Потом, что еще может быть? Если вам некуда растратить накопившуюся, вот эту пульсирующую нежность изнутри себя, я предлагаю вам подобрать на улице котенка, а лучше больного котенка. Вот уж поверьте, куда как воронку будут уходить, сливаться все ваши нерастраченные чувства. Может, ну вообще, возможно, еще такой вариант, что вам просто страшно жить одной, вы боитесь. И тогда вам стоит просто переехать в более безопасное место, ну или потратиться на телохранителя. Вот видите? А я все-таки замечаю, что девушки чаще всего рвутся в отношения, потому что очень спешат попасть в будущее. Но машины времени нет, и в этом беда. В своем, настоящем, которое вам не нравится, вы встретите только человека из этого же настоящего. А в будущее вы вдвоем никак не попадете, потому что у этого аттракциона одинарные кабинки. Скорее всего, напротив, вы друг друга утопите в рутине этого настоящего, запутаете друг друга щупальцами взаимных обязательств, претензий, ревностями, бытом. И, знаете, первое время вам будет даже весело, и вы забудете, о чем мечтали и к чему стремились. Но проблема никуда не денется, и скоро даст о себе знать. Поэтому, конечно, честнее и правильнее сделать вот этот скачок, квантовый скачок, вот этот вот рывок в будущее вам одной, самой. А там перед вами уже откроется совсем другой выбор и совсем другие перспективы. Кстати, этим различается воспитание мальчиков и девочек. Мальчикам в правильных семьях говорят, не торопись влюбляться рано, тем более жениться, выучись, узнай себя, заработай, наконец. И там, в будущем, ты будешь иметь качественно новый выбор. Девушек. Девочкам, к сожалению, так не говорят почему-то, хотя алгоритмы здесь совершенно одинаковые. Ну, может показаться, что я пою оды одиночеству. И, знаете, отчасти так и есть. Увидеть какие-то перспективы, мечтать, развиваться, узнавать себя, конечно, нужно, пока вы одна. И мое гадание сегодня для вас, если вы действительно сейчас одна, находитесь в одиночестве, мы спросим карты, насколько это ваше одиночество продуктивное и правильное сейчас, а может быть, наоборот, застойное, пустое, никому не нужное. Ну, а самое главное, куда вас этот ваш индивидуальный заезд заведет? Если вы попадаете в искомую категорию и решили принять участие в гадании, то начните с выбора варианта для себя. Вариантов будет четыре, это уже традиция. Вам нужно будет выбрать карту. А, у меня в руках, да, классические Таро Уайта. Это карты очень понятные, которые не дадут запутаться никому. А я напомню, мы сегодня исследуем тему вашего одиночества, препарируем это явление как таковое и узнаем, как вы там оказались, зачем вам это нужно и куда вы вместе со своим одиночеством идете. Тема может показаться несколько печальной или притянутой, но я по опыту личных гаданий и персональных вижу, что она очень актуальна, и часто девушки задаются вот этими двумя вопросами параллельно. Первый вопрос, когда я встречу мужчину по судьбе, а второй, а что мне делать-то самой сейчас? Как правильно использовать это время? Куда идти? Где искать реализации какого-то кармического предназначения? Ну, я думаю, что этот подход очень-очень правильный. Такое небольшое вступление сделала для вас, пока мешаю карты. Посмотрим. Четыре варианта. Вам нужно будет выбрать тот, который... Выберите случайную цифру. Хотя на самом деле цифры в нашей жизни абсолютно все не случайны. Обращали внимание на это наверняка уже. Итак, первый вариант карты. Я переверну вам, покажу. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый. Цифры у меня... Вот эти мои магические цифры. Разного цвета. Поэтому можете выбирать по цветовым своим каким-то предпочтениям. Вопрос серьезный, повторюсь. Потому что здесь вы наедине с собой. И здесь решается ваше будущее. И какой-то путь, настроение, духовные составляющие себя, своих ближайших к телу домов. Первого и двенадцатого. Итак, карта один, два, три, четыре. Я вам их сразу покажу. Карта номер один. Это... Ого! Карта смерть. Карта максимальной трансформации. Уже интересно. Карта номер два. Перезагадывать цифру не нужно, конечно. Сейчас, когда вы увидите лицевую сторону карты, это полностью сместит у вас, для вас результаты гаданий. Смиритесь и примите. Выбор уже сделан. Ставки больше не принимаются. Вторая карта. Это король кубков. Ну, как-то уводит нас немножко в сторону, потому что это карта про любовь. Ну, ладно, посмотрим, что дальше. Третья карта. Это пятерка мечей. Воинственная карта. Ссорная. Такая вот неприятная. Но это то, через что все мы должны проходить рано или поздно на разных этапах жизненных. И четвертая карта. У нас окажется двойка кубков. Ну, снова партнерство, снова любовь. Как будто бы не в тему, но посмотрим, что будет дальше. Рассмотрите еще раз карты, которые вам достались. И приступаем. Первое гадание будет для тех, кто выбрал цифру 1. Это наш первый вариант. Саму суть, основные составляющие, глубины вашего одиночества, как явление, как событие вашей жизни. Вы уже выбрали, это карта смерти, карта самых больших перемен. И глядя на нее, мы понимаем, что, во-первых, состояние одиночества для вас нынешнее абсолютно было неизбежным. Вы обойти его не могли. Есть ли тут ваша вина или ваш выбор, не знаю. Но Вселенная хочет сейчас, чтобы вы прошли, может быть, болезненно или рискованно, но через эту фазу своей жизни. Да, и второе, конечно, карта смерть описывает всегда цунами, землетрясения, события, которые полностью перерождают даже рельеф планеты. Вот ваше одиночество должно переродить рельеф души вашей. То есть у вас должны поменяться даже, может быть, какие-то базовые характеристики внутри вас. Может быть, даже натальные. Знаете, как это бывает? Вот на примере исследований гороскопов отдельных людей я вижу, что, например, под воздействием вот таких вот серьезных внешних факторов кто-то выбирает другую сторону своего гороскопа, скажем так. Нивелируются черты одни, с которыми человек родился, и на поверхность выходят другие, более глубоко погруженные, то, что дремало, скажем, в душе. Некоторые, у кого в гороскопе ведущие два знака, например, склоняются от одного к другому. То есть какой-то выбор не всегда осознанный, но все-таки делают люди. Итак, ну традиционный для карт Таро расклад крест, такой скромный и сдержанный я для вас использую. Про первое я сказала. Смиритесь, примите, ничего сделать нельзя, и сделать вы ничего не могли. То, что вы сейчас в одиночестве, это факт, подобный явлению природы. Неуправляемый, непредсказуемый, неизбежный. И тем не менее, как вы здесь оказались? Как вы оказались? Какое-то влияние оказала женщина, злодейка, пиковая дама, королева мечей. Королева мечей – это карта, которая описывает негативные, самые негативные женские энергии. И для кого-то это будет конкретный человек. Ну, разлучница, конечно. Но помните, что появление другой женщины, разлучницы, было очень неслучайным в вашем случае. И для кого-то, может быть, вот эта королева мечей – это образ собирательный. Это просто набор женщин вокруг, близких или дальних, которые прямо или косвенно вам что-то внушили и как-то в эту одиночную историю вас привели. Было трудно недавно вам, например, в отношениях, которые не состоялись, прекратились из-за разлучницы же. Вам пришлось нести груз. И, может быть, нынешнее одиночество для вас – это как раз освобождение от бремени, непосильного, возможно, бремени семейного. Например, если вы были… Эта история характерна для вас. Если вы были в браке, в котором за всё отвечали вы – за бюджет, за настроение, за быт. И теперь грустно, но логично, и немножко больно свобода к вам пришла. Но одиночество ваше имеет определённую цель и будет развиваться в определённом, строго определённом направлении. И вот сейчас прям я прошу внимания женщин, которые заняты серьёзно, на тонком каком-то уровне плане, поисками себя, потому что вам выпадают одни сплошные тайны, связанные с собой, с вашим сознанием, подсознанием, талантами, способностями. Очень небытовое назначение вашего текущего одиночества. Разгадывать и разгадывать вам тайны про себя. Карты практически… Карты очень крупные, видите? Два старших аркана, дальше ближайшее будущее и то, которое подальше. И вы должны использовать ваше одиночество очень небытово, не для суеты абсолютно. Самое главное – вам нельзя торопиться в новые отношения, потому что Верховная Жрица, как вы понимаете, из названия – это персонаж очень-очень самодостаточный. И путь к самодостаточности для вас сейчас лежит через познание, опять же, не через простую понятную учебу, а вот через познание каких-то практик, возможно, даже оккультных. Возможно, вам стоит сейчас, ненадолго, но включиться в какие-то познавательные группы, что ли, в познавательные течения. Может быть, сейчас пришло время для вас что-то изучить, поизучать ту же астрологию, например, это очень интересно и бесконечно. И неизбежно, я думаю, что вы задаете этот вопрос, насколько надолго это одиночество у меня. Трудно сказать, но пока карты видят, я конкретного срока не спрашиваю, не загадываю, потому что общее гадание и карты запутаются со сроками. Но насколько карты видят, насколько сложилась впереди ваша судьба, вы одна. Пока уверенно одна. Одна. Здесь есть немного печали, здесь есть немного статики, немножко такой жизненной остановки, когда вот некуда спешить. А итогом, кстати, итог вот этого одиночества вашего и довольно скорый, заметный, по-моему, прекрасен. это заработки, это деньги, это бытовые, как раз из небытовых поисков, очень глубоких, у вас бытовые и понятные прибыли появляются. Представляете? Вы можете заняться каким-то необычным делом и научитесь этим делом зарабатывать. Вы можете, например, начать гадать на картах, в конце концов, а можете книжку написать, потому что вот эти две карты вместе очень творческие. и какой-то базис материальный будет результатом, будет бонусом от вашего одиночества. История хорошая, по крайней мере, если вы сейчас жалуетесь и вам не нравится быть одной, то вспомните, что было в недавнем прошлом, сейчас, в любом случае, лучше, чем раньше. Спасибо. Если вы выбрали для себя вариант номер два, то вы выбрали карту, определяющую состав одиночества вашего. Это король кубков. Карта очень романтичная, карта про любовь, карта описывает конкретного абсолютно человека. мужчину, который выглядит как романтический герой. У меня есть уже догадки, к чему бы это могло быть, однако нужно исследовать нам весь расклад от начала и до конца. Я напомню, что у нас гадание на одиночество. Полезное или нет, неизбежное или нет, ваш этот выбор или выбор судьбы, и чего ждать впереди. Какие-то плюсы. Ну, знаете, говорят, ведь нет худа без добра. Нет худа без добра. Нет одиночества без пользы, без каких-то бонусов, без того, что можно заработать и унести из этой ситуации. И вот что мы видим здесь? В основе проблемы, если мы считаем одиночество проблемой, конкретный человек, конкретный персонаж, мужчина. И вы можете догадаться, о ком это идет речь. Скорее всего, ваше сердце кем-то занято, но вы почему-то не вместе с этим человеком. Почему именно? Причин, к сожалению или к счастью, для этого бывает великое множество. Но я должна сказать, что вот этот человек, с которым вы не общаетесь, не встречаетесь сейчас, и про которого вы, может быть, уже хотели бы и забыть, тоже ложится к вам влюбленным рыцарем. Ну, то есть король кубков это мужчина, сердце которого наполнено или даже переполнено любовью. А как же так сложилось, что человек, которому тянет вас ваше сердце, есть, а вы при этом одиноки? А для этого как раз мы смотрим с вами расклад традиционный для карт Таро, расклад крест в основе. Как вы тут оказались, вот в этой отправной или конечной точке, которую мы называем одиночеством. Ложь или, как минимум, неоткровенные отношения испортили прежде радостную, безоблачную, любовную историю. Была страсть, были обещания, было нетерпение и было желание поскорее ухватить нечто. Вот поскорее ухватить нечто. Так часто бывает, многие люди любовную историю торопят и хотят всеми правдами и неправдами, чтобы все быстрее развивалось, чтобы отношения переходили из стадии в стадию. ну, такой бесконечный фальшстарт делают. И ни к чему хорошему такое поведение не приводит, но это ваша история. Может быть, вы и ваш партнер сильно молоды и неопытны, и поэтому у вас так и получилось, что вы друг другу чего-то не договорили про себя или про чувства, а может быть, даже по-настоящему и в крупном друг друга обманули в чем-то и вели себя как дети. Вот он, паж Жезлов под ногами здесь. Пажи – это дети, если не дети, это взрослые люди, даже иногда, знаете, великовозрастные, но ведущие себя как дети, незрелые, капризные, манипулирующие, перетягивающие на себя внимание. Ваши любовные истории в этой дурацкой роли могли оказаться и вы, кстати, и ваш партнер. Но человек никуда не делся, любовь никуда не делась. Поэтому почему вы сейчас одна? Потому что сердце и голова у вас заняты конкретным человеком, пока место не освободилось, ничего новенького туда свеженького не придет. Как история будет развиваться? О, вы прямо отрабатываете схему сильной женщины, мадам Калугина. Вот посмотрите, работа, работа и работа. Не получилось с любовью, значит, нужно удариться в карьеру, нужно затеять учебу, творчество, бизнес, проект. И это и предсказание, это и советы карт для вас. Если вы не знаете, что делать, на что потратить время, таковы не в отношениях. Понятно, что вам лучше всего работать, если вы не, ну, скажем, у вас такая работа привычная, расслабляющая, то вам надо ее поменять, найти новую работу, которая вам будет очень интересная. И вы, можно сказать, что карты вам советуют выйти замуж за свою работу, увлечься этим настолько, насколько возможно, насколько хватает сил вашего сердца, вашей души. А прекрасные возможности в бизнесе, в заработках, в любых вообще делах общественных и даже и политических, потому что, видите, жезлы, это огненные карты, это и политика, и общественные какие-то такие мероприятия. Вот для этого перерабатывается у вас любовная энергия в энергию созидательную, профессиональную. Итогом будет вот этого вашего временного одиночества, итогом будет новая должность, новая должность и подъем какой-то социальный, социальный рост, очевидное преимущество в социальном статусе. Позже, однако, говорит нам вот эта семерка кубков, вы можете слишком вот в этот бизнес или в свой индивидуальный успех заиграться. Вы можете в это поверить, вы можете самообмануться, вы можете немножко наступить не туда, ну то есть карты может быть вот здесь в этом месте проводят такую границу. Используйте одиночество по полной, тем более, что вам есть чем заняться или скоро будет, но не замечтайтесь, продолжайте себя оценивать здорово и правильно, потому что тина или трясина иллюзий связанная с собой в первую очередь вас ждет. То есть можете запутаться в результате на тему себя, переоценить собственные возможности или наоборот отказаться от каких-то перспектив, ну тоже из-за блуждений. Спасибо. Если вы выбрали для себя карту номер три, то в основе вашего одиночества ссоры или ссорный характер. Вот бывает такое, и это даже видно часто в гороскопе рождения. у человека ссорный характер. То есть это когда человек любую жизненную ситуацию и любого встречного расценивает как вызов и хочет всех провоцировать на негативные эмоции. тем не менее посмотрим. Карта это не крупная, более того, она мелкая. Пятерки в колоде Таро это карты очень проходящие. Это карты, по которым многое истощается, но ненадолго. Поэтому вот я бы сказала, что и одиночество ваше нынешнее, если вы его видите такое, оно мелкое, случайное, ненужное, лишнее и какое-то совершенно некомфортное для вас. Его можно было бы легко избежать, можно его избежать и теперь. И какого-то кармического смысла, высшего звездного предназначения в вашем одиночестве нет. И это, конечно, обидная история, потому что одно дело быть одной и как-то осознанно, торжественно этот крест нести и идти выбранным путем, а совсем другое дело понимать, что вы оказались одна из-за собственной глупости, случайности или из дурного характера. А может быть и не из-за собственной, может быть кто-то поспособствовал конфликтности в отношениях. Но весь расклад передо мной. И я напомню, что мы исследуем тему одиночества, одиночество как явление вашей жизни. У нас третий вариант, у меня в руках колода Таро Уайта. И традиционный для карт Таро расклад крест я делаю. Как вы тут оказались вот в этой отправной точке? Как вы оказались одна? Карты не лучше первой вам достаются. Снова конфликты, снова нездоровые привязанности, снова печали или разбитое сердце. Вот для вас все-таки очень явственно вырисовывается история такая драматическая история любви, измены, страсти, расставания, история, где выясняются отношения. И в итоге по случайному поводу, дурному, надуманному вы одна и оказались. Ну да, тройка мечей присутствует здесь в факторах, которые предшествуют. И это разбитое сердце. Сердце разбито. Ваше и ну это всегда знаете как бы взаимно, это всегда чуть-чуть взаимно. Чье-то тоже разбилось сердце. Я вижу здесь двух людей. Карта дьявола это ведь тоже пара, это ведь тоже выбор, выбор с цепями. Я вижу здесь двух людей, которые сумели влюбиться, но не сумели вот эту физиологическую страсть перевести на более высокий уровень, на уровень действительно человеческих, уважительных, верных, крепких отношений. Все в целом, вот эта вот тройка карт описывают измену или измены и не более того. измены ссоры, претензии, непонимания, истерики, все. Мелко, пусто, ненужно. Но вывод промежуточный из этого расклада какой? Вот вам надо из одиночества из этого побыстрее выбираться, потому что к чему оно? А, потому что затянет, вот что, глядя в последующие карты, скажу так, затянет оно вас. В ближайшем будущем, что с вами произойдет? Вы не остановитесь с тем ли партнером или с следующим наедине с собой или с другими людьми, друзьями, коллегами. Вы будете вот этот поверхностный смешной драматизм нести дальше. Впереди в любых жизненных историях, в любом жизненном дне вас ждут споры и конкуренция. вызов и какие-то выяснения отношений. В итоге вам предстоит вот эту вот свою ссорную или конфликтную роль или конфликтную часть вашего гороскопа отыграть и знаете есть ради чего. Потому что становление характера через вот эту борьбу у вас прослеживается. Становление характера, но не просто характера, это знаете ли, внутри и это не заметишь, а вам карты обещают становление формальное, социальное. новую работу, новую должность, новый бизнес-проект и вообще какой-то новый, свежий энтузиазм, жажда жизни, не связанная с любовью, не связанная с романтикой. То есть мы видим, как неудачный со слезами роман перерождается в весьма удачную карьеру. Часто так бывает. И посредством вот этого всего и текущего одиночества вашего вы найдете свой собственный путь. Да, скорее всего он будет связан, а с чем еще? С работой и с карьерой, с бизнесом и с заработками, но вы найдете себя. Вот базис вроде бы весьма сомнительный, а результаты очень и очень крупные и очень серьезные. Но я полагаю, что вы все равно ждете здесь ответа на вопрос «А как надолго? А как надолго вы в этом одиночестве оказались?» То есть виден ли конец, когда это прекратится нескоро, по крайней мере, вот насколько карты видят, нового романа нет, но ему сложно было бы этому новому роману и зацепиться, потому что зацепиться не за что. Вы в таком раздрае, настолько ваши тонкие тела, ваши поля, ваша аура в лохмотьях, в клочьях, что любви не место. Вам нужно собраться, и ни в коем случае не посредством другого человека. Вам нужно собраться, осознать себя и найти свой собственный путь. но это только профессия, бизнес, это только социальные проекты, а любви пока лучше и не вспоминать. Спасибо. Если вы выбрали для себя вариант номер четыре, то тему, основную тему, заголовок для своего одиночества вы тоже выбрали. Интересно, что мы говорим про одиночество, а вам выпадает почти что самая главная колода, самая главная карта в колоде Таро про любовь. Это двойка кубков. Она как раз описывает торжество взаимных чувств. Всегда пока непонятно, пока я не достала из колоды другие карты, непонятно, о чем идет речь, потому что карта практически одиночества полностью и исключает. Пока я могу предположить, что вы нас пытаетесь обмануть, что вы участвуете в гадании, смотрите видео, но оно как бы не для вас, потому что вы в паре. Но посмотрим, тем не менее, что дальше и что раньше, что дальше и что раньше. Я напомню, что мы исследуем, препарируем одиночество, если вы одиноки, полезное или нет, долго или нет, куда стремиться, как лучше использовать или не использовать вовсе, потому что это не обязательно важно. Итак, ну да, во-первых, карты говорят о том, что у вас есть пара, есть совершенно конкретный человек, который является или не является вашей второй половиной, но вы его считаете таковым. И то, что вы расстались, а карта описывает именно расставание, причем, знаете, такое драматическое, когда тонна лжи, тонна каких-то взаимных недоговоренностей однажды привели к разрушениям, фатальным, это конец отношений, если был брак, то это развод, измены, взаимные какие-то уколы, нечестность, неверность, непреданность, ну, знаете, не обязательно это измены вот в их буквальном таком безобразном проявлении, но ведь измена это еще и скрывать свое лицо от близкого человека, вот эти все явно лишние негативные вещи привели к развалу партнерства, но любовь в вашем сердце живет, может быть, вы одиноки и не можете просто кого-то нового в это свое сердце пригласить, потому что оно занято. В любом случае, для вас у вселенной пара есть, и вы знаете, кто это, и, наверное, даже интуитивно, на каком-то вот тонком уровне вы себя одинокой женщиной не считаете, то есть вы можете жить одна, ходить на работу одна, вы можете дом строить одна, но вы знаете, что где-то вот рядом незримой тенью присутствует человек, и хоть вы даже не созваниваетесь, и не пишете друг другу сообщений, но вы общаетесь посредством снов, и вы на каком-то праведческом уровне, экстрасенсорном, знаете, на расстоянии, что друг с другом происходит, должно сказать, дальше вы это свое одиночество, которое язык не поворачивается, просто буквально так назвать, вы его будете культивировать и выращивать, то есть ближайшее будущее для вас складывается в такой еще более отшельнический, одиночный путь, осознанный, правильный, и вообще вы выглядите здесь женщиной, выбравшей карьеру, вот выбирала, выбирала между любовью и бизнесом и выбрала бизнес, ну может быть потому, что любовь разрушилась, а может быть вы просто такая урожденная бизнес-вумен, ведь бывают гороскопы, которые любовь, семью, постоянства и не вмещают, которые делают носители исключительно деловым человеком, мечтающим, каким-то таким вот, может быть, общественным даже деятелем, но никак не семейно преданным лицом, если это про вас, то с вами тем более все понятно. Не знаю, запутанная история, любовь есть где-то, далеко, глубоко, и как будто бы вам вот этой вот нереальной истории любовной хватает, ну вот прям действительно как будто бы хватает, то есть вы не нуждаетесь в подтверждении, в реальном каком-то сценарии, не надо вам, чтобы ваш любимый человек постоянно был рядом с вами, чтобы он вот ходил перед вами туда-сюда, достаточно того, что было, достаточно воспоминаний, ощущения присутствия человека, для кого-то это прозвучит неубедительно и даже обидно, а некоторые очень хорошо поймут, о чем я говорю, и в целом, как долго вы будете одна, я уверена, что у вас зреет все равно такой вопрос, ну вот сколько карты видят, будете одна, потому что вот очень скоро вы этот путь свой одиночный полюбите, как-то в очередной раз его выберете, а может и уедете далеко, и уедете не просто так, а уедете работать, например, потому что здесь есть какая-то очень активная социальная жизнь, связанная с конкуренцией или с борьбой, ну то есть это предсказательная часть расклада, но здесь есть и советы, карты, потому что карты Таро всегда раздают советы. Бежать от любви нет, я так это не назову, тем более бежать-то не отчего, но одной, строго одной, без сопровождения какого бы то ни было, далеко уехать или далеко зайти, с точки зрения карты это одно и то же, это будет самый полезный выбор для вас, вас ждет карьера, вас ждет успех, вас ждут силы, вас ждет какое-то блистающее процветание, и вы вот эту пока сокрытую любовную энергию свою очень хорошо отыграете просто в мире людей, в мире бизнеса, предстоит ли вам окрепнуть, о да, причем окрепните и духом, и кошельком, предстоит ли вам найти себя, а вы в общем-то это уже сделали, вы уже знаете, кто вы и кто вам нужен, но в отношении в новое явно не торопитесь, и знаете, отшельник карта серьезная, и она описывает всегда очень продуманный выбор самого человека, поэтому скорее всего в ближайшее время вас будут звать на свидание, замуж, не знаю куда еще, на Мальдивы, а вы будете отказываться и губить прямо вот на корню чье-то внимание к вам, хочется вам одиночества, я могу предположить, что у вас скорее всего такой гороскоп, не хочу перегружать какой-то терминологии астрологической расклад, но есть гороскопы, вот определенные точки в гороскопе человека, который указывает на ну вот на такой выбор индивидуального одиночного пути. Спасибо. Спасибо.